Василий Верещагин Однако его непатриотичные, как их называли, работы Демонстрировали зрителям не триумф побед, а изнанку сражений С погибшими, ранеными и измученными солдатами Для современников Василий Васильевич был не только известным художником и литератором Но и отчаянным революционером Порывающим с общепринятыми канонами и в жизни, и в творчестве Книга воспоминаний на войне в Азии и Европе Демонстрирует яркий литературный талант художника О реалиях войны Верещагин знал не понаслышке Пройдя трудный боевой путь с российской армией Он отличился в военном деле под Самаркандом Был очевидцем третьего штурма Плевны Перешел с отрядом генерала Скобелева Балканы Принимал участие в последнем бою за ошибку Благодаря перу и кисти Верещагина Очевидца описываемых событий Становится возможным совершить экскурс в историю Прочувствовать эмоции, чувства и мысли автора Ведь его словесные образы столь же точны и объективны Как его картины, в которых жизнь предстает, как подлинное искусство В научной библиотеке Николая Лобачевского Казанского университета Хранится книга под названием «На войне в Азии и Европе» С рисунками художника Верещагина Данный экземпляр выпускался в Москве в 1898 году Она состоит из 390 страниц Стоит отметить, что когда ты листаешь книгу, то часто наталкиваешься на картины Верещагина Что придает особый интерес к прочтению книги Художник ходил не только в военные походы Но и путешествовал по всему миру Привозя эскизы для будущих полотен Экспрессивных, красочных и детальных Интересно, что коллекционер Павел Третьяков Скупал работы Верещагина целыми сериями Вместе с резными авторскими рамами Которые создавались по эскизам живописца Амира Ахтямов, Никита Акиншин, Универнёс Редактор субтитров А.Семкин